Господи Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 30 ноября, четверг, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из первого послания апостола Павла к Тимофею, третья глава стихи с первого по тринадцатый. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть не порочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим детей, содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. «Дьяконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать на заслужение. Ровно, равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Дьякон должен быть муж одной жены, хорошо управляющей детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Так, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение первого послания апостола Павла к Тимофею. И здесь пред нами предстает в этом отрывке очень интересный, этот отрывок очень интересен для нас, так как он показывает нам жизнь первохристианской общины. И здесь мы встречаемся прежде всего с иерархией, которую имеем и сегодня. Но для нас весьма непривычно звучит фраза о том, что епископ должен быть одной жены муж. И здесь следует сказать следующее, ввести некую историческую поправку. Прежде всего, когда мы говорим «епископ», в первоначальном его значении и в первохристианском контексте епископ — это прежде всего управляющий, человек, который надзирает. То есть епископ переводится как «надзиратель». И епископ — это человек, который выполняет пастырскую функцию назидания, проповеди, наставления. И к первому веку христианство только начинает формироваться, та иерархия, которую мы имеем сегодня. И здесь мы видим как раз-таки процесс ее формирования. И тогда еще было принято, что епископ, то есть человек, надзирающий над церковью, то есть выполняющий пастырскую функцию, а здесь нужно разуметь под словом «епископ» как епископа в современном смысле слова, как преемника апостолов, так же и в смысле слова «пресвитер», то есть старейшина в современном понятии — это священник. Мы видим зарождающуюся структуру церковной иерархии. И вот мы видим, что верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Кто хочет быть епископом, стать во главе церкви, тот имеет благое и доброе намерение. Но, предупреждает апостол Павел, епископ должен быть непорочен, и дальше перечисляет свойства, которыми должен обладать человек, свойством сердца, какие свойства сердца должен обладать человек. Одной жены муж. Тогда епископы действительно могли жениться и иметь детей. Сегодня в Русской Православной Церкви, да и вообще в Православной Церкви, во Вселенской Православной Церкви, православные епископы сегодня только монашествующие, либо иночествующие. То есть, женатый человек не может стать епископом, пока он женат. Эта традиция сформировалась с течением времени, и так было не всегда. Еще во времена Великих Каппедокийцев, во времена Григория Низкого, мы знаем, что были епископы, которые были женаты. И когда здесь апостол Павел говорит о том, что епископ должен быть одной жены муж, здесь имеется в виду не полигамия, то есть немного женства, а здесь имеется в виду, что если у епископа или у священника умирает жена, он не должен жениться второй раз. Хотя в истории Церкви есть мнение святоотеческое, которое говорит о допустимости в очень крайних случаях, в порядке исключения второбрачных священников. Об этом говорит Феодорит, блаженный Феодорит Кирский. Итак, каким должен быть епископ? Епископ должен быть одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен. Учителен, страннолюбив, то есть он должен принимать в своем доме странников, то есть людей, которые были лишены крова, а тогда в тех условиях гонения христиан это было весьма распространено. Учителен, не пьяница, не бийца. И дальше перечисляется список внутренних и внешних качеств епископа, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащий в послушании со всякой честностью. Это, естественно, логично. Также он не должен быть из новообращенных, то есть только-только принявших Христа, только-только уверовавших, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Также, кроме того, что он должен иметь благое внутреннее намерение, должен иметь чистую совесть, прекрасное свойство внутренней и внешней качества, он еще должен иметь прекрасную репутацию, о которой говорит апостол Павел в 7 стихе. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не попасть в нарекания и сеть дьявольскую. От внешних, то есть не христиан. Он должен быть непорочным в лице, как внутри общины, так и снаружи, чтобы не вызывать никаких нареканий, чтобы не смущать внешний мир и не смущать людей, которые только-только знакомятся с христианской верой. Далее апостол Павел говорит о деканах. Казалось бы, он пропустил пресвитеров и священников, но все то, что относится к епископу, относится и к священнику. Декана также должны быть честны, недвоязычны, непристрастыки, ну, некоростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. Декана должны быть честны. Дело в том, что декана тогда исполняли функцию социального служения прежде всего. Они были поставлены для того, чтобы следить за теми членами общины, которые находились в неком бедственном положении, то есть они выполняли некую социальную функцию, помогали вдовам, помогали сиротам, убогим, то есть тем, кто не мог сам себя прокормить, и кто не имел практически никаких прав, и не имел возможности зарабатывать себе на пропитание. Соответственно, декан должен быть честным человеком, чтобы, не обращаясь с людьми, он вел себя весьма достойно. Недвоязычный, общаясь с людьми с разными нуждами и общаясь с теми людьми, которые творят благотворительность, декан должен обладать свойством характера таким, что он должен быть довольно-таки прямым человеком и не говорить с одним человеком одно, а с другим с другое, не быть лицеприятным, непристрастным к вину. Также в ведении деканов находилось и богослужение, то есть правильное исправление богослужений. И, конечно же, у деканов хранилось вино для вечерей любви, для тайных вечерей, которые совершали христианы, то есть для богослужения. Соответственно, декан не должен быть предстрастен к вину и некоростолюбивы, обращаясь с очень большими денежными массами, которые они должны были распределять среди неимущих, они, естественно, должны были быть спокойны к деньгам и не быть корыстными людьми. И таких надо было прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения. Также и их жены должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Декан также должен быть муж одной жены, хорошо управляющей детьми и домом своим. И все эти предписания исполняются и по сей день. И декан, и священник должен быть, конечно же, одной жены муж, за исключением епископа, который свое служение и свою жизнь вводит на более высокую степень служения, на более высокую степень послушания Христу, для того, чтобы родить не о своей семье, а только о благополучии Церкви. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взяться в великолепие Твое при и выше небес. Субтитры создавал DimaTorzok